Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня будет обзор покупок и цен из магазина Светофоя. Покупок сегодня немного. Заскочили, кое-что докупили. Если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной. Первое, что покажу, это очень важно, бесконечно необходимо. Это вот такие салфетки. 33 рубля без нескольких копеек они стоят. 250 листов. Размеры мы видим однослойные. Обычные стандартные салфетки. Кстати, это не самая низкая цена. Можно купить даже еще подешевле. Был ли такой вариант, такие взяла. Про запас. Вот такая новинка у нас появилась. Первый раз увидела. 22% краснодарская одноматная паста. Я думаю, на борщичок, на щи прекрасно пойдет. И вы хотите овощные гарниры. Так, вот состав можете посмотреть. Так, вот так ровнее на стоп нажимаете. Производитель город Ростов-на-Дону. В массе 1 килограмм. 50 рублей стоит такая баночка. По густоте она мне понравилась. По цвету вроде тоже ничего. Сделана по ту, не по ГОСТ. 50 рублей. Не пробовала. Потом попробую. Постараюсь, если не забуду сказать. Хорошая ли мне. Взяла свою кучку сахарной пудры. В массе 300 грамм. Так, производитель Солнечный остров. Выпекаем. Праздники. Поэтому без сахарной пудры в крема надо добавлять. Крема вернее. Вот. Стоит эта пудра. 20 рублей 90 копеек. 300 грамм. Ну, 21 рубль. Взяла 4 штучки, потому что про запас. У нас она не всегда, кстати, в светофоре бывает. Обычный сахар белый. Свекловичная категория. С добавлением антислеживающего агента. Кукурузный крахмал. Ну, хорошо. Полежит в запасе. 300 грамм. Изготовитель. Город Краснодар. И мне понравилось прекрасное, хорошее такое зимнее оформление. Прямо такое почти что новогоднее. Весьма не копеечный продукт. 5 перцев. Новиночка в нашем магазине. Рада, что привезли. Люблю такие вещи. Прекрасно подойдет. Для засолки, копчения перцев, сала, рыбы. Кстати, у нас есть видео на канале, как мы в самодельной коптильне холодного копчения, а коптима и сразу рыбку и сразу сальцом. Очень вкусненько получилось. Посмотрите. А вот здесь, вот здесь, вот пальчик указывает. Прекрасно для маринадов подойдет тот же, той же рыбы. Ну и других, других рецептов продуктов. Думаю, все в курсе. Смысл все это рассказывать. 50 грамм, 5 перцев. Давайте заглянем, что с него перцы. Я такие именно покупаю первый раз. Вот, кстати, состав сзади. Перец белый, черный, душистый, розовый и еленый. И каждая такая пачечка стоит 36 рублей каждая. Но мне кажется, это неплохая цена. Для такого объема 50 грамм. Так, внутри выглядит вот так. А на тарелочке покажу. Потому что знаю, что многим интересно поподробнее рассмотреть. Я довольна. Берите. Это совсем небольшие для такого продукта деньги. В светофоре выгодно. В других магазинах, кстати, я что-то не обращала внимания. У меня в основном в перечницах все специи стоят. Вернее, не в перечницах, а в мельницах. Я в основном оттуда беру. Ну, теперь буду... Так, и я еще теперь очень-очень хочу себе купить ступочку. Знаете, вот такие вот, где можно потолочь руками. Это более удобно. Потому что эти мельницы мне не нравятся. Они быстро отпупятся, они пластикой внутри. Я покупала несколько перечниц специально, чтобы можно было все это помолоть. Но мне они тоже не нравятся. Они то просыпаются, то лопнула крышка, то еще что-то. Меня все это раздражает. Ступка для меня это идеальный вариант. Так что теперь у меня начнется скоро охота за ступкой. Я, конечно, обязательно, скорее всего, потом покажу, когда куплю. Ступка для помола всяких орехов. Орехов, потом, господи, этих приправ. Потому что не хочу пачкать свою кофемолку электрическую. Потом этот запах попадет в кофе. Проще купить ступку. Так, новиночка в нашем светофоре. Наконец-таки появилась Галина Бланка. Суп курин со звездочками. Не могу сказать, что это мне прямо очень любимый суп. Я люблю иногда такие супы покупать. Не важно, Галина Бланка, там любого производителя. И прекрасно, знаете, на утином домашнем или это курином бульончике забацать такой быстрый суп. Очень здорово. Суп просто превосходный. Получается вкусный, жирненький. Все, что надо. Без всякого лишнего. Ну, если не считать лишнего, который находится внутри пакетика в самом составе. Лишние небольшой химозинки. Состав можете прочитать. Я уже не буду перечислять. Поставьте на стол. Надеюсь, вам все видно. Масса пакета 67 грамм. Цена 15 рублей за пачку. Это классно. Здесь уже есть вермишель, потому что мне нравится. Который сильно так не разваривается, как другая вермишель, отдельно продающаяся до супов. Но это в моем случае, по моему опыту. Здесь пишут, что без томата натрия. Ну и хорошо. С травами, специями, с натуральными. И типа на 4 порции. Так, ванильин пакетики от Мастер Дак. Хороший ванильин, в принципе, нормальный. Просто припаслась. Еще, потому что для выпечки надо. Масса 15 грамм в каждом пакетике. Используется для приготовления кондитерских сладких блюд. Норма закладки ванилин на одну порцию составляет 0,5-1 грамм. А здесь 15. Надолго ванилина должно хватить. Это не ванильный дурацкий сахар. 4,90 каждый пакетик. Короче, 5 рублей каждый пакетик. Выгодно. Далее. Прихватила опять вот такой творог от Хладонеж. 9% на 700 грамм. И знаете, я его уже что раз открывала, показывала. Он мягкий, приятный и не кислый. Вот я две банки покупала, а то уже третья у меня. Он мягкий, не кислый, не противный на вкус. Очень такой приятный. Мне кажется, даже любой ребенок его поест. Я с детства ненавижу из-за кислоты творог. Вот. А этот, вы знаете, даже сама бы кушала. Даже со сметанкой. Вот. И я делаю, смешиваю, я не могу понять. Здесь написано, что он полностью натуральный. Здесь натуральный состав. Я уже не раз показывала. Не буду сейчас уже опять как бы здесь пытаться что-то прочитать. Тем более очень мелко написано. Но вот я, когда с него готовлю, такое ощущение, как будто он ближе все-таки к натуральному. Нежели там с палевым вот этим вот сопливым маслом. Вот этим вот таким пастообразным. Клейкой массой. Он такой рассыпчатый, сам себя держит. И по вкусу приятный. Очень надеюсь, что он все-таки ближе к натуральному. 700 грамм по весу. 114 рублей эти 700 грамм стоят. То есть это не самые дешевые. У нас в основном 115-114 рублей. 130 стоит творог килограмм целый даже на ярмарках. А там прям, знаете, такая каша. То есть там вообще пальма припальмовая. Поэтому этот как-то мне нравится даже больше. Кто кушает, пользуется, напишите, пожалуйста, как вы относитесь к этому творогу. Считаете ли вы его натуральным? Или он вам вообще никак не нравится? И прям есть нельзя? С удовольствием я вам послушаю вашего совета. Потому что тут мне как-то трудно что-то сказать. Так же, как и с сыром я могу запутаться. Вроде вкусно, вроде пается все. Но не факт, что там есть качественный продукт. Ну, праздники же. И поэтому колбаску решили взять. Вот такая, кстати, брали. Раньше была вроде неплохая, вкусная. Цены замечательные всегда в этом магазине. И на мясные продукты. Так, это, господи, не знаю, как перевернуть. Колбаса народная. Наша россиянка. Цена, вы видите, 301. Ну, 302 рубля килограмм стоит. Вышло мне тут всего-то на 10 рублей. Три палочки. Это классно. Выглядит она очень аппетитно, симпатично. Я не буду сейчас скрывать, пока мы не будем ее кушать. Пусть полежит в холодильнике. Пожалуйста, кому нужны составы. Я знаю, на моем канале многим нужны составы. Люди все-таки в большинстве за то, чтобы составы либо читать, либо показывать. Поэтому я буду показывать их все-таки обязательно. На стоп нажимайте. Ну, и дату заодно тоже посмотрите. Мне кажется, на праздничный стол, так как колбаска вполне пойдет. Уверена 100%, что она, скорее всего, будет вкусная, мне кажется. Обычно мы не часто покупаем колбасу. Но в основном стараюсь убрать что-то получше. В принципе, по вкусу очень неплохо получается. Появились у нас вот такие фрутизы от Кампины 0,1%. Аппетитные упаковочки. Взяла 2 стаканчика. 310 грамм каждый стаканчик. Так, а что за вкус-то? Продукт йогуртный. По стереализованность. Наполнительные мясные ягоды. Фрутиз легкие. Массовая доля 0,1%. Состав, пожалуйста, на стоп нажимайте, читайте. Так, кстати, я понимаю, трудно, наверное, прочитать. Я лучше вот так. Дата. Каждая баночка стоит 25 рублей. Нормальная цена. Кстати, в фикс-прессе, по-моему, тоже такая цена. Либо 27,50, либо 25. На такой примерно объем йогурта. Здесь 25, в любом случае, мне кажется, хорошо. Так, там была Кампина. А это у нас Эйрман Альпинленд. Так, английские... Ой, альпийские традиции фруктовые. Ну, это клубничка. Здесь уже 0,3%, не один. В массе 320 грамм. Опять состав. Для людей, которые переживают за свое здоровье. Можете прочитать. Не могу чётче делать. Не делается уже чётче никак. Пожалуйста. Дата. Цена такая же. 25 рублей. Так, прихватила опять от старта пару лапочек. Холодный цвет. Только, слава богу, здесь я увидела, что это холодный цвет. И я рада, что он холодный. Ненавижу жёлтый цвет. И я в магазине даже не глядела. Так, сбросила в корзинку две лампочки и пошла. Так. И они, в принципе, хорошие. Думаю, все эти лампочки знают. Ну и что объяснять, я не знаю. Посмотрите сами. Вот, прочитайте информацию. Я думаю, всё, и всем это всё понятно. Я, главное, скажу цену. 52 рубля стоит каждая лампочка. Это стандартная, со стандартным цоколем. И вот такая повторная туалетная бумажка. Классная, нравится. В прошлый раз я показывала. Я ещё купила упаковочку. Трёхслойная, 8 рулонов Эко. Вот, Делюкс. Нравится, хорошая. Реально три слоя. И она плотненькая. То, что надо. Короче говоря, без аромата. То, что надо. Вот видите, она такая в облачках. Как вся. Меденькая, приятная. Хорошее. То, что нужно, покупайте. Лучше, чем продаётся там за 60 рублей. Забыла, как называется уже. 8 рулонов за 60 рублей. Мы её тоже брали, когда она была. Но теперь, если будет вот эта бумага. За 80 рублей тут стоит 8 рулонов. Конечно, я выберу это. А эта бумага более такая... Ну, то, что надо, короче говоря. Знаете, на кофе, на разное, что-то в светофоре мы смотрели, смотрели, ничего не высмотрели. Наша любимая кофе там исчезла. Вот, которая раньше, ранее показывала видео. И не раз мы покупали. И прям по многу в зёрнах была. Классная арабика там. И недорогая. Замечательная цена. Но, так как сейчас его нет. И выбрать там для нас ничего интересного просто не приглянулось. В Магните мы купили по акциям. Сейчас идут акции хорошие на кофе в Магните. Поэтому, я думаю, в принципе, многие знают. Но я просто хочу поделиться, какой кофе мы взяли. Про запас. С запасами сразу на ближайшие месяца. Может быть, полтора-два. 500 грамм вот такого мока. Кстати, ни разу не брали крепкий ароматный паулинг. Большие пачки килограммовые продаются. Также по акции. И по полкило. Мы взяли на полкило. Так как первый раз будем пробовать. Через вот этот клапан. Аромат приятненький. Не горилла идёт. Поэтому стало интересно. Кстати, он в зёрнах. Так, крепкий ароматный. Кофе натуральный жареный. Средний обжаренный. Я такой даже больше люблю. Ну и можете прочитать информацию, если вам интересно. Кстати, изготовитель Густав Паулинг. Финляндия. Кстати, я и даже не знала. И Паулинг. Россия. Тверская область. Калининский район. Это меня немножко расстроило. Ну вот мы видим под единичкой. Значит, это у нас Финляндия. Под двоечки. Это Россия. Смотрим. Двоечка. Это российское кофе. Ну, надеюсь, что оно будет не хуже. Кофе из Финляндии. Потому что обычно всё, что на территории России не делается, оно всё время что-то подмешано, что-то разбавленное. И вечно всё не так, как должно быть. Надеюсь, что это кофе будет хорошее. Давайте я сразу, коли я показываю пачку, сейчас скажу вам цену и посмотрим, что там за зёрна внутри. Цена этой пачки 204 рубля 80 копеек. Ну, пусть будет 204 рубля за полкило. Это отличная цена. Кстати, килограммовые пачки стоили на рублей 10 дороже. То есть дешевле взять две пачки вот таких, нежели килограммовые. Там рублей 11 вы можете сэкономить. Но это сейчас идут акции. Поэтому обратите внимание. Кстати, кто пил это кофе? Вообще, вот те кофе, которые вам сегодня покажут, с удовольствием буду рада отзыву. Если вы скажете хороший, плохой. Потому что вкусы-то разные. Так, кофе Паулинг премиум. Выглядит вот так, смотрите. Запах очень хороший идёт. Вот такие зёрнышки. Вот. В принципе, неплохие зёрна. Мелких особо не видно. Обжарку видите. Такого кофе, я думаю, будем с удовольствием пить. Аромат приятный. Вот такую почку, пачку килограммового кофе мы забрали с магнита. Не знаю, что-то нам так приглянулось. Не знаю, чем. Может быть, вот это и вот профилем. Ну, мы его тоже ни разу не брали. Джулиус Мейн. Как-то так. Кофе Крем Интенса. Вот так это всё выглядит. Это у нас, сразу скажу, Маде Эйн Италия. Мы уже всё тут вычитали ещё в магазине. Килограммовый вес. Вот такой. Годен до 11 месяца 2020 года. Так что мы за это время точно выпьем. Можно применить его везде. В разных вариантах приготовления. Цена килограмма по акции была 635,80 копеек. 635 рублей 80 копеек. Это акционная цена. Давайте посмотрим, что внутри. Пока я не могу, к сожалению, сказать, пили-не пили. Если мы успеем до выхода этого видео какой-то купить, обязательно посмотрите в комментариях. Я обязательно напишу вкусный, невкусный на вкус. Так выглядит пачка, так выглядит кофе. Кстати, аромат немножко мягче, нежели от предыдущего паулинга. Там аромат неплохой, но этот помягче. Ну, вроде бы приятный кофейный. Здесь присутствуют и мелкие зёрнышки. Не очень такие вот и мелкие есть. Возможно, где-то биты попадаются. Не хочу утверждать. Возможно, будет шикарный кофе. Попробую обязательно, напишу в комментариях. Обязательно в будущем. Даже если это будет не быстро. Кстати, тут состав Арабика и Робуста. И, конечно, по акции мы взяли ещё одну пачку кофе. Это Black Swain кофе в зёрнах. Оно было самое дешёвое. Здесь тоже полкило. Степень обжарки так и средняя. У нас предупреждают, что здесь экономичная упаковка. Это кофе уже нашим сказать. Изготовитель Alma Food. И здесь у нас это Садовники, Москва. Так, всё можете почитать. А, вот изготовлена по заказу Краснодарский край, Коснодар. И кофе это имеет низкую кислотность с шоколадным привкусом и очень приятным ароматом. Ммм, ещё пожалеем, что мы взяли одну пачку с шоколадным привкусом. Сбалансированный и мягкий вкус. Ой, блин, что-то мне уже первое захотелось попробовать. Но хоть и итальянское. Ну, здесь рекомендованный способ приготовления. Можете прочитать, кому интересно. 8-18 месяцев хранения. Цена на это кофе 179 рублей 30 копеек. Грубо говоря, 180 рублей. Ну, давайте посмотрим, что уже там внутри. А внутри вот такое кофе. Кофе он. Хотя уже теперь можно и оно. Так что не надо поправлять мне постоянно. Я знаю, что он всю жизнь был он. Потом сам Медведев лично сказал, что теперь оно может быть оно. Но у нас, знаете, всё может быть. Поэтому теперь можно и оно, и он. Лишь бы она не называли. И этот кофе самый светлый из всех трёх пачек. Посмотрите, вот такие зёрнышки цветные. Такое ощущение, что как будто бы кофе какой-то с сухим горошком. Это кофе, который самый дешёвый. И который вообще наш пахнет. И ещё более мягко. Но шоколадом пока аромата никакой я не чувствую. Ну, тут не написано, что добавлен ароматизатор. Но шоколадный привкус должен быть. И при этом он самый дешёвый. И пахнет приятнее. Короче говоря, непонятно. Обязательно напишу в комментариях свои отзывы. Все потом три помолю в один какой-то момент. Попробую и напишу. Так что, возможно, будет и неплохой кофе. Я надеюсь, не сильно горький, не кислый. Даже вот в этой экономичной полукилограммовой упаковочке. На сегодня всё. Поэтому подписки, лайки ставьте обязательно, дизлайки. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте подписываться, конечно же. Надеюсь, что мои видео не напрасно выкладываются. То, что вы смотрите, и вы какую-то с этого пользу берёте для себя. Кстати, не нажимайте... Ой, не нажимайте. Ну, я наговорю сейчас. Обязательно нажимайте на колокольчик, который у вас есть, чтобы поймать мои следующие видео. Иначе вы пропустите что-нибудь, может быть, даже интересненькое. Этого я не знаю. Всем пока. Всех целую. Всех люблю.